Ремонт полотна не производился со времен постройки, с 85-го года. И впервые дорога дождалась капремонта в ходе реализации республиканской программы. Один двор на несколько домов 41-го комплекса, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й. Детская площадка уже готова и установлены мафы. Парковочных мест стало больше на три десятка. Будет проведен монтаж сетей наружного освещения. На Величины в одном из немногих городов республики монтаж сетей наружного освещения производится полностью ремонтироваться, то есть полностью новые кабеля, новые закладные, опоры, кронштейны и светильники. То есть это для чего я говорю, это позволит нам, дай бог, в ближайшие несколько лет забыть о проблемах освещенности во дворах. Вопросы с освещением, возможно, и будут решены, но у челнинцев есть и другие пожелания. Раньше лавочек больше было и можно было вот так. У нас тут полно стояло очень, а сейчас все поубирали и урны, урны, вот чего еще нет у нас теперь. Хотелось бы немножко добавить мафов, которые именно для подростков предназначены. Мы, жители, все очень довольны с этой программой. Дороги расширили, очень много парковочных мест, много столбов освещения поставили, много дорожек сделали. Жители дома 4118 не устраивают пешеходный тротуар. По их словам, после дожди здесь скапливается вода. Но, как отмечают дорожники, рано еще оценивать качество ремонта, потому что работы еще не завершены. Так впереди укладка асфальтобетона. Подрядчик уверяет, луж на тротуаре не будет. По словам дорожников, возникают разногласия у жителей и по другим вопросам. Так от них хотят больше парковочных мест, другие просят оставить зеленые насаждения. Но все работы выполняются строго по протоколу, по решению собственников жилья. Поэтому жильцам нужно найти компромисс.